привет привет друзья вы на канале белый ежик с вами дмитрий а черной книги больше у нас нет александр александр стащил негодник дождался пока нас с василисой черти бесы вымотают и стащил россию говорит хочу изменить ты знаешь какие люди и и пытаются изменить ничего не получается верни верни назад по ложке тебе говорю александр молчит стоит упертый упертый но не знаю попробуем сейчас сами выбраться он он говорит что черной книги нет забрал а я-то смотрю что она есть я-то смотрю а вот здесь в этой печати трясовицу может быть я и возьму возьму в свою свою колоду ну сейчас папоротникова печать ух ты цепи огненные крепкая порча всем противникам но эту карту мы видели прошлый раз слушай но она хороша прям всем и крепкая крепкая чё я думаю может быть может быть где-то у меня может быть вместо навы хорошо неприкасаемый положительные статусы нельзя снять ну как бы хорошо но вот порча летучие использовать мгновенно минуя заговор мгновенно просто девять порч заморочить это да давлее время прочтения два хода до но 30 урона 30 урона эфирные это хорошо но вот волос рот зашит уменьшает на 5 получаем у броню рот зашить ужас какой волос 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 так что же будем делать то прямо это надо брать надо брать надо брать чем говорит книгу забрал почему а может книгу забрал знаешь а я-то уже их все наизусть просто знаю эти заклинания они всегда уже со мной при мне забрал и забрал так ну что ж можно с этим расстаться наверно крепкая но здесь крепкая здесь это ключ может быть а может быть просто знаешь что может быть может быть где вот порчу одну это убрать да и вместо нее взять вот это но опять же на вот эту карту все смотрю смотрю трясовица урон равный статусу противника порчи хотя но знаешь ну что урон и урон до урон и урон урон и урон но вот это тоже это тоже может спасти прям жизнь все атаки промахиваются зная зная как могут бить как могут бить это может очень сильно пригодится очень сильно может быть взять все таки это вместо чего может быть вместо этого ладно возьму давай ангелом слова ну как же как же как же надо взять наверное все 33 карты а о подожди подожди и все все травы на месте трава на месте трава на месте грибы на месте все на месте я думаю что аленький цветочек этот цвет папоротника дам стойкость к статусу порчат голос глаз я это все хорошо с этим мы можем бороться в принципе даже ничего такого да я все-таки думаю что опыт опыт я верну назад а если подойду какому-нибудь страшному боссу то наверное поставлю цветок да дальше умение тут всего лишь один шаг эффект складности но складность то складность давай все таки пойду вот этой дорожкой давай тем более опыт я думаю что быстренько мы выбраться в общем александр ты уходи мы сейчас выбираться будем уйди иди иди выпусти меня если не я так дедушка до тебя доберется до дедушке все расскажу не думаю что он сильно о тебе заботится это чего ты так не думаешь что знаешь вот все равно все равно как бы иногда закрадываются какие-то темные мысли ведь ведь если там вспомнить чего все начиналось там василиса василиса не хотела остановиться знаткой то колдуньей не хотела хотела обычной человеческой жизнью жениться на обычном парне там завести семью все такое а где ты говорил давай я тебе все передам давай все передам да так же было по моему и тут несчастный случай или несчастный не несчастный это уже не известно да но какой там несчастный взял он в общем и покончил с собой ни с того ни с сего вот то что теперь может александр действительно что-то знает не думаю что он себе сильно заботиться глупости конечно глупости васи конечно глупо меня нет времени продолжать беседу я должен вернуться к составлению желания от этого зависит слишком многое погоди выпусти меня так не переживай и переживай вася все будет хорошо черт черт дверь заперта с этим то я справлюсь но тут еще какой-то заговор надо осмотреться отобрал все мои вещи и травы да ничего не это брал переведу дух а потом выберусь из его западни и верну книгу да лучше под чертей забрал черти мои никому не нужны никому никому не нужны черти писти с чертями ладно давай-ка возвращайтесь быстренько где где бессмысленная работа значит федька федька на работы макарка вслед за ним черная книга а черная книга недоступна забрал же все-таки гад а травы 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 мне смотри травы со мной травы со мной травы со мной какие черти какие черти проклятые ну что в путь путь значит вас пленил александр с пряхой и забрали книгу вам нужно выбраться из отощения вернуть все свои артефакты но видишь пряха хотела покончить сам александр говорит нет 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 прошка и ну прошка со мной да где-то егор понятно что далеко прошка со мной ладно идем александр думает удержать меня замками и колдовством не на ту напал так ух туману напустил склизки от подвальной сырости железные решетки преграждают вам путь вы пытаетесь открыть дверь она заперта ну понятно заперта заперта и колдовством окружена папоротник ну подожди 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 давай давай пока просто может быть что-то может что-то да нет больше л clinical щель смотри тут смотри щель давай может через нее протиснись а вася Ты ж худенькая Щель Смотри Ну, наверное, не хочет, да? Нет Ну ладно, тогда что там, папоротник? Я, правда, не пойму, чем папоротник может помочь Ваша ладонь все еще помнит пронзительную боль монастырской иглы И вы чувствуете, как внутри пульсирует цветок папоротника Вы прикасаетесь к замку, и он раскрывается с тихим щелчком Ах, вот что! А я-то думаю, что она тогда делала с ладонью? Кровь? Так она туда прям зашила цветок папоротника? Ого! Продолжить? Вы открываете дверь, но не можете сделать ни шагу Путь преграждает колдовской барьер Александра Так Нужно осмотреться На что-то тут Александр заговор прочел На что-то В ведре пусто Кверху рожками стоит ухват На лавке дырка есть небольшая, и все И все И все, небольшая дырка, и все Так, подожди, подожди, щель Сейчас мы выберемся через нее Поганый гриб, порча Трещина Трещина Сено, и все пусто В стене трещина какая-то, в нее сено Это мы пистерь, кажется, черти уже работу просят Может, как-то чертей бы выпустить и... Ну и чего делать? Какую-то недобрую силу от него чувствую От ухвата? Надеюсь, я быстро отсюда выберусь Подожди Ни иголки, ничего А, подожди, подожди, подожди Что-то было, что-то было В былиночках или энциклопедиях Втыкали иголку В лавку И что-то, что-то Это надо было с колдуном, да? И может быть, даже про ухват что-то было Может быть А может, и про ведро тоже было? Эх Ну, некогда мне томиться в темнице сырой Я должна расколдовать решетку Или поискать предмет наговоренный Или по... или... подожди Или поискать предмет наговоренный Или расколдовать Черзи, как любят работать Прям не могу Ну, гриб я взя... взя... взяла Гриб взяла Не пойму Какой предмет-то? Там ухват стоит, но до него я не доберусь Ну, некогда мне... Или поискать предмет наговоренный Так ничего не найду Давай расколдовать Надежда только на себя Да Так просто заговор не будет меня сдерживать Тут какой-то предмет мешает Где источник силы колдовства Александра? На 300 Вопрос на 300 Значит, лавка Вот, пожалуйста, ухват Трещина и ведро Ведро, там ничего нет Ведро, наверное, отпадает Трещина, солома, да? Сразу смотрю на лавку и ухват Вот, наверное, все-таки Или лавка, или ухват Но в лавке должна быть иголка Насколько я помню Блин, где это было такое? Где-то такое было... Сейчас не хочу промахнуться Потому что будет обидно Во! Тут прям под рукой Бороду... А, нет, это не то Не-не-не-не-не-не Запереть колдуна Для этого перед приходом колдуна у двери Ставят ухват кверху рожками Или вонзают в лавку иглу со сломанным ушком Вот и все Вот и все Вот и все решено Ухват Ухват кверху рожками Конечно Ответ ухват Точно В ухвате дело Не зря его возле двери кверху рожками поставили Триста наши Дотянуться не могу Ой, Васька, что это? Опять попалась Одна беда с твоими парнями Прошка! Прохор А ты как думала? Я тебя тут на съедение колдунам оставлю? Ваш помощник опрокидывает ухват И колдовская преграда мигом рушится Вы благодарите своего спасителя И готовитесь продолжить путь Спасибо, Прохор Спасибо Что бы я тебе без тебя делал? Итак Идем в коридор В коридор Низкие потолки у этого подвала А все равно Просторнее любого голпца Ну, конечно Низкий сводчатый коридор Ведет в глубины поместья В полумраке вам сложно различить Даже собственный сарафан Вы замираете, услышав гулкое шипение впереди Во мраке что-то шевелится Ну, если шипит, значит змея, наверное Хотя, может быть, и черт какой-то шипучий Так я вот не могу понять Напасть-то чем я теперь нападать-то буду? Голыми руками бить? Давай помощь попрошу Строжка ухмыляется и отправляется вперед Ослепительная вспышка и тьма рассеивается Испуганные бесы прячутся по углам Только завидев войпеля Покинуть местность Кладовка, винный погреб Пойдем в кладовку Там всего вкусного, наверное, много Это голбец места Может быть, удастся найти Да, полезные припасы Именно в кладовке могут быть Кажется, об этой кладовке Помнит только вездесущая плесень Которая в присутствии нечистой силы Разрослась кустистыми Тускло мерцающими островками По забытым хозяинам запасом В углу притаились суседки Испуганно поблескивая угольками глаз К бою Да ну смотри, ну что они бедненькие А забились там в уголочек Испуганные стоят Зачем? Давай поговорим, успокоим Не ешь нас! Не ешь, голдунья! Ха-ха У нас нет ничего Только плесень Плесень! Тьфу! Я бы в самый лютый голод вас не стал есть Вечно в пыли из голбца Успокойтесь, я не собираюсь вас есть Бедные суседки Кто вас так запугал? Фух! Фух! Я-то думал, один из Санькиных бесов пробрался Санькины бесы, Санькины бесы Санька распустил своих тут бесов Страшно в доме-то стало Чем сильнее он становится Тем больше тут чертей Некоторые злые Мог ты сожрать Не удивлен, что кум мой от своего колдуна сбежал-то Сладу на него нет На киловяза нашего скрытого Что расскажешь? Расскажите про вашего хозяина А чё рассказывать? Хороший был мужик И родители хорошие Сбился с пути, наверное Пока черномазии ваши не увлеклись Вот с тех пор и прячемся по углам Сколько уж С полвека, наверное Он парень-то хороший Много кому помогает Хочет как лучше А получается, как всегда Скрытый киловяз? Ну ты Видонье-то Явно видное А Санька прячется Все, чтоб не знал никто Ммм Скрытный, в общем, да? Ха Такие они Колдуны Скрытые А чё это ему как-то Стыдно, что ли? Боится, наверное Есть различия между Профессиональными колдунами Как Василиса, да? И скрытыми Профессиональные стоят В одном ряду С крестьянскими профессионалами Кузнецами Мельниками Их сила передается Только по наследству Они владели Своими тайным языком Для использования Черных загоров Но чаще всего Использовали простые Бытовые знания О природе человека И животных Колдунов боялись За счет своих навыков Они умели Зарабатывать на жизнь А русские колдуны Всегда умело скрывали Среди обычных людей Но есть признаки По которым Крестьяне их узнавали Вот Например В Тульской губернии По наличию двух теней А в Саратовском уезде Человека Говорящего Самим собой Вслух Не отправляли В лечебницу, да? А считали колдуном Беседующим Всечистосилой В чердыне Колдуна можно было Раскрыть Если посмотреть на него Наклонившись через ноги Достаточно неудобно Но, наверное, эффективно Тогда у него будут видны Небольшие рожки А в церкви Он всегда встает Спиной к алтарю Если колдун умирает Раньше срока Он продолжает колдовать Возвращаясь Как оборотень Или мертвец Помощники при этом Остаются с ним Не, нападать мы не будем Чего на них нападать-то Господи Ладно Я, глядишь, разгоню Часть нечисти Так спокойнее жить будете Ох, спасибо Не ждаль помощи Прям скажем Вот тебе в дорогу Припасов Без плесени Перекусишь Ну, если без плесени Не, хотя, знаешь Припасы там Сыр с плесенью Тоже говорят в кусты Ну, возьмем Че возьмем? Ах, че возьмем? Три, ничего себе Крада Подавлен И за это еще Три Греха Ну, правда Следующая атака Наносит всего лишь Один урон Не, возьму Дедушку Вот этого Так, винный погреб Ну, пойдем посмотрим В таких комнатушках Дворяне хранят Свои запасы вина Ммм Вы отворяете дверь И закрываете лицо От облака Вырвавшейся На свободу пыли Когда она рассеивается Вы видите Старый винный погреб Здесь давно не ступал Ни человек Ни нечистый дух Чего это Винный погребок И они туда не заходят На бочках Есть деревянные таблички С надписями На незнакомом вам языке Вы рассеянно осматриваете Один сосуд за другим Когда ваше внимание Привлекает Одинокая бутылка На столе Подойдя ближе Вы видите на ее этикетке Незнакомые вам Колдовские символы Ммм Взять Колдовская бутылочка Петро Один Всю бутылку Выглохотал Никому Я оставил Шанс Сорок процентов Что трава Не исчезнет После использования Не Ну неплохо Неплохо Ну было бы у меня Знаешь Еще бы лишнее Отверстие Отверстие Я бы может быть И взял бы Бутылку с собой Ну куда я ее Возьму Старый склад Ага Вот и выход Из подвала Вам сложно Побороть Мрачные мысли Спасение ли это Спасение ли это Ну в любом случае Спасение да Ну хотя бы куда то мы Продвинемся Продолжить Да Продвинулись Боже мой Уточка Уточка Ух ты Правда зубастая Вы отступаете От зубастого лебедя На шаг А лебедь Времени мало Нужно решить Что делать дальше Ну как может быть Уточка опасна Как может быть Лебедь Адским созданием Что-то я как-то Не понимаю Не совмещается У меня это все Лебедь И Черт К бою поговорите Давай поговорим Сначала Я впечатлен Впечатлен Без книги Ты прошла Замки Затворы И даже Бесов Да Похоже больше На аиста Какого Мнифик Надеюсь Вы простите Мой французский Коим я обзавелся В услужении Демонсорсье Простим Значит Теперь Ты в черти Подался Уже И имя Твое Умерло Нет Его На земле Черти А ты Знал Его Или что Что с того По крайней мере Я не ютился По помойкам В виде Кота Монами Уж лучше По помойкам Чем Садовыми Чертям Ну Довольно Во первых Я должен Сказать Ум Шинтё Да Тэ Вотро Конненсонс Василиса Ты Это Можешь Нормально Без Своего Французского Мне кажется Тут Есть Небольшая Лазейка Не Сюп Как Видишь Я И Без Книги Силой Ага Времо Верно Верно Но Я бы Хотел Убедиться В этом Самолично Как Насчет Поединка На нашем Языке Знающих А Век Люлен Дэ Сорсье Насчет Поединка На нашем Языке Знающих Интересно Но Будь Готова Ошибешься Отдашь Мне Свою Душу О Ставки Велики Черт Прошка Ты Знаешь Язык Лебедь Поединок Напасть Ну Че за Лебедь Ты Я вижу Ты Необычный Шишига Что Верно То Верно Ах Я Так Же Стар Как И И Твои Друзья Он Был Предком Учут Как Тебе Новое Призвание В котлах Адовых Жарится И Так Уже Дурно Мон Вье Ами Тебе Тоже Стоит Попробовать Ну Да Я Некогда Был Покровителем Племет Сейчас Я Проводник Неофитов В Удивительный Мир Колдовства Лебедь Зубастый Да Говорят Колдун Должен Пролез Через Пасть Тетерева Щуки Или Лебедя Зубастого Только Тогда Чертей Получит Своё Распоряжение Но Не А он Ими А Они Вертеть Будут Вот И Отправляют Колдун Чертей То Верёвки Из Песка Ведь То Озеро Ложкой Вычерпывать То Листья На Осине Считать Как Фёдор Кривой Работает Да Осина Это Чёртово Дерево На Нём Иуда Удавился Вот Черти Листья Считают А Имён Но Сейчас Я Предпочитаю Называться Пьер Пьер Клянусь Йен У тебя Крыша Улетела Так Далеко Что Её Не Видно А Но Позвольте Мне быть Тем Кем Я Захочу Ки Я Льви Александра С тех Бор Как Он Пролез В мою Пасть А Кто Был День Ночных Тайн А Ты Васька Никуда Не Лезла Ни Через Какую Пасть По-моему Или Было Дело Спаши Поле Выруби Так Может Смотри Александр Может Смотри Он И не Хотел Делать Злата Людям Не Хотел Грех Брать На Душу И Отправлял Чертей Пахать Поле Рубить Деревья И Всегда Был Недоволен Результатом Но Такова Природа Дели Дьявле Мы Портим А Не Созидаем Однако Слухи Полнят Пекло Говорят Книга Попала К Пряхе И Пряха Хочет Извести Всех Бесов Как Как Так Не Приручить Их Для Благой Работы Представ Себе Ну Не Знаю Мне Наверное Проще Все Было Бы Напасть Да Я Больше Уверен Что Мы Смогли А Вот Поединок Ну Давай Попробуем Давай Попробуем Поединок Загадки Вопрос На 300 Блин Но Меня Сейчас Немножко Не Пойму У Вообще У знатких У кого Знатких Он Говорит По Французски Да Переходит Иногда Коми Перемянский Ну Знатки Бывают Разные Наверное Я Может Быть Частушки Загадки Да Нет Мне Кажется Причем Тут Загадки Причем Частушки Точнее Язык Коми Перемянский Не Войму Ну Он Говорит На Француз Давай Попробуем Французский Давай Ты говоришь На нем Язык Этот Французов Солнце Сьонель Душа Такой Сильной Колдуни И в Моем Распоряжении Все Приехали Приплыли А че Тогда что Коми Перемянский Наверное Был Или что Ну Какие Загадки А может И загадки Может Это И Есть Язык Знатких Так Просто Я Не Сдамся Попробую Ее Забрать У Французский Причем Тут Французский Так А че То Я Не А Все Понял Битва Головолом Битва Головолом У него Рог На меня Бросает Счетчик Добирается До нуля На три За три Хода Мне нужно Здоровье Не так Много У него Забрать За отметкой Нулево Здоровье Так Во имя Отца Ладно Начнем Отсюда Складное Руда Крепкая Ну Че тут Сразу видно Что Складные Надо Выставить Замки Чем больше Замков У меня Их Здесь Три Да Три Замка Три Замка Эти Нескладные Можно В любой Момент У раза Да Использовать Единственное Что Выйдут Ли Еще Давай Посмотрим Ага Подожди Ага Ни Ничего Не Выйдет Значит Надо Ну Да Ну Замок Идет Однозначно Больше Замка Я не Могу Поставить Дальше В любом Случае Наверное Уразы И Еще Может Быть Уразы Да Крепкая Крепкая Там Только Только Оберег И Все Ну Да Ну Да Уразы И Что Завершить Ход Так Что За Язык Загадки Ну Ничастушки Ну Три Урона Это Такое Себе Давай Еще Один Замок Да Давай Еще Замок Ну Это Пока Нельзя Складные Нельзя Да А Подожди Креп Крепкая Подожди 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 Как же Мне Сделать То Как же Мне Сделать Если Сейчас Я 9 Не Наверное Нет Наверное Блин Наверное Не Сейчас Ладно Попробуем Наверное Не Сейчас Давай Замок Еще Да Крепкая Наверное Сейчас А Или нет Что-то Не То Наверное Я Нагородил 16 Последний Ход Ну Посмотрим 14 А Нет Все Правильно 18 Даже 18 Слегка И Хватает Отлично Отлично То Что Нужно И Нагородилось А И Используйте Мгновенно Миную Не тратить Ячейки Слов Жест Взять Слов До Текущего Максимума О Прикольно Интересно Подвальная Дверь Заперта И вы Обращаете Свой взор На ладонь Где Зашит Цветок Сосредоточив В ней Колдовскую Силу Вы Протягиваете Ее К дверной Ручке Но Внезапно Замираете Руки Не Видно Ваш Спутник Ухмыляется Такой Трюк Может И Проведет Смертного Но Не Силы Тьмы Руки Не Видно Кабинет Александра Кабинет Александра Прихожая Вот Синя Так Синя Давай Ух ты Среди Барочных Завитков Лестничной Клетки Снуют Бесы Разодетые В странные Черно-белые Костюмы Один из них Устремляется К вам Ну Давай поговорим Раз Может он поговорить Хочет Так Устремился Так Вы готовитесь Сдерживать Беса уговорами Прежде чем Он на вас Бросится Но это Оказывается Излишним Похоже Демон Одетый В черный Фрак Торопится Предложить вам Целый Поднос Деликатеса Чего это Сударыня Добро пожаловать Добро пожаловать Ты Какой Воспитанный Бес Не Ну Братья У него Ничего Не 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 Звук Здоровья Восстановлено Что Ну Ладно Подожди Давай Тогда Попробуем Такого Вкусного Деликатеса Вы Еще Не Пробовали Кажется К вам Стали Возвращаться Силы Неплохо Если бы Не Было Написано Здоровье Восстановлено Я бы Не В жизни Попробовал Если Вдруг Понадоблюсь Я Весь Ваш Хорошо Постой Я Хотела Спросить Где Ваш Хозяин Конечно В своем Кабинете Доложить О Вас Не 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 Пускай Будет Сюрприз Постой Сама Поднимусь Пусть Это Будет Для Него Неожиданно Ах Как Славно Увидеть Такую Прелестную Сударыню Прошу Простить Если Я По Вашему Мнению Позволил Себе Лишнего Ничего Ничего Очень Воспитанный Что Вы За Бесы Такие Странные Че Разоделись Это Порядок Нашего Хозяина И Не Думайте Что Он Нам Не Нравится Конечно Есть Недовольные Бесы Но Лично Я Счастлив Ну Видишь Он Как Пытается Да Он Ж Хочет Вот Так Чтобы Люди Отдыхали А Черти Работали Я Даже Не Собираюсь Терзать Александра За Все Это Нет Нет Смерть Колдуна Один Сам Древних Сюжетов Устного Народного Творчества Колдун И при жизни Находился На границе Между Мирами После Смерти Его Непрекаянная Душа Тем Более Не Найти Дорогу На Тот Свет Не На Этот Скорее Всего Такие Верования Связаны С Языческими Представлениями О Черных Шаманах А Шаманизм Видимо Был Присущ Не Только Фин Уграм Но И Славянам Часто Колдун Расплачивается В свои Поступки В момент Смерти Черти Которых Он Не Успел Передать Преемнику Терзают Его Изо Рта Ведьмы Может Литься Молоко Которое Она С помощью Нечисти Наворовала При жизни Ну Уж Конечно Нет Право Слово Сударыня Быть Дворецким В сотни Раз Лучше Чем Воровать Молоко Когда Другие Бесы Это Осознают Многое Может Измениться Че Это У тебя На Подносе Так Лучшие Закуски Для Наших Гостей Раньше Надо Было Спрашивать Желаете Хватит Нет Я Как Изволите Если Вдруг Понадоблюсь Я Постой Я Хотела Спросить Пора Искать Хозяина Конечно Конечно Сударыня Как Изволить Вам Прямо По Этой Лестнице Атриум Красивая Комната В центре Поместья Вместо Потолка Стекло Надо Же Под Удивительным Стеклянным Сводом Этой Комнаты Раскинулся Зимний Сад Полный Экзотической Жизни Вы Переводите Взгляд С одного Растения На другое С одной Травы На следующую И мало Что узнаете За этим Садом Ухаживают Черти Александра Ну Давай Такую Заморскую Зелень Вы Видели Только В Некоторых Книгах Деда Егора Да Слышали О них По Рассказам Тех Немногих Кому Доводилось Бывать В Оранжереях Вам Удаётся Найти Посмотрим Незнакомых Вам Языках Другие Слишком Объёмны Чтобы Успеть Их Прочесть За Столь Короткий Срок Тем Не Менее Вы Находите Сборник Былин Сказаний Которые Решаете Одолжить У Александра Илья Муровец И Светогор Отголоски Представления Смерти Колдуна И Неспособности Успокоиться Есть Даже В Русских Былинах О Светогоре Которого Не Носила Земля И Он Со Своим Конем Путешествовал По Горам Горы Выдерживали И Того И Другого В Сюжете И Муровец И Светогор Русский Сали И Сколачивали Гроб Муровец Лег В Него Но Тот Оказался Не По Размерам Лег Светогор Как Раз По Нему И Накрылся Крышкой Тут же Его Опоясали Железные Обручи Понял Светогор Что Пришла Его Смерть И Попросил Илью Склониться И Перенять Его Сил Но И И Отказался Именно Так Колдуны При Смерти Передают Ближе И Понимаете Что Чучело Битком Набито Чертями А Ну Разрежем Нет Ну Знаешь Лучше Конечно Не Трогать Но Мне Просто Любопытно Я Не Могу Не Разрезать Только Вы Прикасаетесь К Медведю Как Он Приходит В Движение Черти Не Рады Вашей Компании Ну Конечно Черти Не Рады Нашей Компании Это Естественно Пазл Битва Что За один ход За один ход Мы не имеем Права на ошибку А Ответ Скрывается Здесь В этих Картах Ну Будем Смотреть Здесь 20 Здесь 7 Здесь 3 Здесь 3 Складное Всем Противникам Вот и Все Ну Эти Зачем Нам Сохранение Защиты Зачем Жест Нужен Наверное Конечно Вот тут Что-то Может быть Не Тут Значение Эффекта Подожди Может здесь Какая-то Хитрая Значение Эффекта Слова Увеличивается На один За каждое Другое Слово Того же Цвета В заговоре Ну Это Белого Наносит Урон Противнику Раны Вашей Текущей Защите Блин Блин Интересно Может быть Тут Что-то Через Через Что-то Ну Сразу Хочется Поставить Все Черное Ну Это же Не Сработает Правильно Защита Есть Да Ну Допустим Могу Ставить Раз Ну Еще Это Будет Ничего Блин Противнику Раны Вашей Защите Но Мне Всего Один Ход Если Делаю Так Если Делаю Ну Допустим Так Да Если Я Делаю Вот Так Делаю Вот Так Ну А эти Смысл Зачем Они Мне Нужны Смысл Этих А ну Завершить Ход Видишь И Один Остается Всего Лишь Один Всего Вот В том То И Хитрость Что Как бы Поставил Сразу И все И все А оно Не все Не все Через Что-то Другое Решается Этот вопрос Да Решается Ну и чё? Три-три. Ну маловато будет. Блин, чё я сюда залез? К этим чёртям-то. Не, чё-то не то. Подожди-подожди-подожди-подожди-подожди-подожди-подожди-подожди-подожди-подожди-подожди-подожди-подожди-подожди-подожди-подожди-подожди-подожди-подожди-подожди-подожди-подожди-подожди-подожди-podожди-podожди-podожди-podожди-podожди-podожди-podожди-podожди-podожди-podожди-podожди-podожди-podожди-podожди-podожди-podожди-podожди-podожди-podожди-podожди-podожди-podожди-podожди-podожди-podожди-podожди-podожди-podожди-podожди-podожди-podожди-podожди Наносит противнику равные текущей броне. Это немаловажно. Может быть вот так. А этот жест вот так добьет его. Здесь будет 6 урона. Жест классает его еще. Так, он давай пробуем. М-да. Четыреста опыта нормально, четыреста опыта. Галерея, коридор. На стенах застыли портреты и пейзажи великолепной работы, несравнимой не только с примитивными лупками, но даже с иллюминированными рукописями. Несколько испуганных бесов бросают тряпки, которыми они протирали картинные рамы, и прячутся по углам. Интересные личности. Хм. Я вот что хочу сказать. Давай, наверное, я закончу на этом месте. Да? Закончу. Кто его знает, сколько мы будем? Какой дом-то у Александра? Может, он огромный? Придется еще долго бродить. Закончу на этом, скажу спасибо, что смотрели, и пока-пока. До новых встреч. Пока.